Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы будем читать сегодняшнее воскресное Евангелие, притча о злых виноградарях. Это Евангелие от Матфея, 87-е зачало. Это 21 глава с 33 по 42 стих. И мы начинаем чтение. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Некоторый хозяин дома – это Господь Бог, который по праву Создателя является единственным собственником во Вселенной. Здесь мы прочитали, что он, хозяин, насадил виноградник. Виноградник – это возлюбленное Господом население Святой Земли, потомки Авраама, Исаака и Якова. Обнес его оградой. Ограды – это заповеди, законы Божия, которые оберегают нас от чего-либо греховного. Он выкопал в нем точило, то есть дал законы о жертвоприношениях, и кровь этих животных, она символически указывала на кровь Христа. Построил башню. Башня – это служение пророков. И отдав его виноградарям, то есть иудеям, отлучился. Что значит отлучился? Создав этот мир, Бог не устранился от управления этим миром, но Бог действует в этом мире как с открытием своего лика, так и с сокрытием своего лика. Чаще Бог действует в этом мире, не обнаруживая свое присутствие в нем, чтобы не лишить нас награды за добродетели веры и не поставить бы нас перед необходимостью следовать его воле, потому что Бог не тиран. Бог не вторгается в реальность нашей жизни каскадом чудес. Это было бы насилием над нашей свободной волей. И в этом смысле любое подлинное чудо, оно может оставлять даже какие-то поводы для сомнения. Когда же приблизилось время плодов? Время плодов – это время сбора урожая, это то, что связано с осенью, и то, что символизирует кончину мира, когда мир подходит к своему завершению. Он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Слуги Господа – это патриархи, это пророки, это апостолы Иисуса Христа и их преемники – епископы. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды, как говорится, Богу – Богову, Кесарю – Кесарево. Все, что существует в этом мире, оно проистекает от Бога. Поэтому мы должны Богу самими собой. В виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Действительно, отношение к вестникам Божьим было неоднозначно, и мы знаем, каким гонением подвергался пророк Божий Еремия и первые ученики Иисуса Христа. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Первые, которые слуги пришли, – это ветхозаветные праведники. Вторые, которые приходят опять после них, – это новозаветные. «Наконец, послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего». Явление сына Божьего в этот мир на стыке окончания ветхозаветной церкви перед началом церкви новозаветной, когда уже апостолы будут благоествовать в этом мире. «Отец посылает сына, говоря, постыдятся сына моего». Сын – это тот, кто несет на себе отпечаток отца. Он обладает властью отца, как наследник отца. Помните, однажды апостолы попросили Христа, «Покажи нам отца, и буди для нас довольны». На что он ответил – «Видевший меня, видел и отца». Ибо Христос своими действиями, своим учением раскрыл перед людьми характер Бога Отца, показал его подлинные намерения относительно всего рода человеческого. «Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Ну, как и сказано в Евангелии, «пришел к своим, и свои не приняли». И схватив его, вывели его вон из виноградника, Христос был казнен вне Иерусалима и убили, распяв на Голгофском кресте вне Иерусалима. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Злодеями здесь называются те преступники, которые участвовали в казни Христа и были причастны к этому. Другие виноградари – это Христова Церковь, которая состоит из разных племен, народов и языков, которые заменяют собою предшествовавших виноградарей, то есть народ иудейский, ветхозаветный. И далее мы читаем, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды и во времена свои, то есть на нас, на христианах, мы, другие виноградари, лежит даже больше ответственности. И мы, имея перед глазами пример древних виноградарей, должны вести себя соответствующим образом. Как апостол Павел пишет в послании к римлянам, «Если Господь не пощадил природные ветви, то пощадит ли тебя?» И мы должны действительно приносить плоды добродетелей во времена свои. Во времена свои есть плоды, которые созревают рано, есть, которые созревают чуть позже. Плоды – это народы, и разные христианские народы стали таковыми в разный период истории Церкви. Какой-то народ пришел ко Христу в III веке, какой-то в IV, какой-то в X. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители?» Тот самый сделался главою угла от Господа и есть дивно. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Теперь мы посмотрим некоторые объяснения на сегодняшнее Евангелие, которое мы обнаруживаем у святых отцов. Например, истолковые слова «постыдятся сына моего» святитель Иоанн Златоуст в Гамилиях на Евангелие от Матфея пишет, что значит слова «постыдятся сына моего» ими показывается не неведение в Боге, а только намерение обнаружить великость греха и его совершенную непростительность. Бог знал, что убьют и сына, и однако послал. Словами же «постыдятся сына моего» Он указывает, что должны они были сделать, потому что им должно было устыдиться. так, если и в другом месте говорит, будут ли они слушать, это Иезекииль 2, 5, то не по неведению, но чтобы не сказал кто-нибудь из людей безрассудных, что само предсказание Божие невольно влечет к неповиновению, для того и употребляет такой образ выражения. Если они уже были непризнательны к рабам, то есть к патриархам и пророкам, то, по крайней мере, должны были почтить достоинство сына. Конец цитаты. Но эта фраза «постыдятся сына моего» она может относиться к страшному суду, потому что у пророка Ветхого Завета сказано «и возряд на него те, которые пронзили его, и будут рыдать и плакать и сокрушаться». Потому что когда они убивали Христа, когда они преследовали апостолов, это был период в их истории, о котором Христос говорил, наступит время, когда убивающие вас будут думать, что через все самые они служат Богу. Но это великое насилие над Христом и над первенствующей церковью обернулось трагедией для всего еврейского народа, который выпиял кровь его на нас и на детях наших. следовательно, радость, веселье и воскресение еврейского народа заключается в признании Христа. И мы, православные христиане, верим в то, что это произойдет, как учат отцы церкви, когда во дне Антихриста Бог пошлет двух пророков с неба, которые были живьем взяты на небеса, Енох и Илья, и они будут обращать сердца евреев ко Христу, обличая Антихриста. Илья будет прямо послан для того, чтобы проповедовать этому народу. Давайте посмотрим, какие еще есть объяснение вот по поводу хозяина виноградника Епифаний Латинский в своих толкованиях на Евангелие пишет «Хозяин в этой притче Отец Господа нашего Иисуса Христа, а насажденный им виноградник воплощает народ иудеев, восходящий к Аврааму, Исааку Иакову, умноженный словно звезды на небе и словно песок морской, выведенный из страны египетской и освобожденный из рабства через море, введенный в землю обетованную, как сказано пророкам, из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее. Это пророчество мы обнаруживаем у царя и пророка Давида, Псалом 79, 9 стих. Господь насадил иудейский народ в земле обетованной, где текут молочные и медовые потоки, чтобы они принесли плод заповедей божьих. Далее Эпифаний латинский предлагает аллегорическое истолкование «обнес его оградой», означает, что Бог укрепил их защитой ангелов, хотя чаще, кстати, ограды всегда означают именно заповеди, которые удаляют нас от греха. «выкопал в нем точила» означает святую церковь, где собираются плоды праведности и святости, подобно тому, как гроздья давятся лишь в результате усердного труда, так и святые мученики в результате страшных гонений и пыток, словно виноградные грозди проливают свою кровь». Первое древнее точило – это кровь анцев, тельцов, который указывал на кровь Христа. самая совершенная точила – это кровь самого Христа, который очищает нас от всякого греха, и потом уже кровь славных мучеников, которые, подражая Христу, пролили свою драгоценную кровь. Эпифаний латинский предлагает и другой образ башни, помимо того, который мы озвучили, отталкиваясь от книги пророка Аввакума. Там башня – это пророческое служение. Эпифаний пишет здесь, «Башня, построенная в центре самого виноградника, наш Господь, являющийся словно крепкая башня среди святой церкви через Деву». То есть здесь в понимании эпифания латинского башня – это то, что соединяет землю с небом, приближает землю к небесам, и то, что и осуществилось в теле Пресвятой Девы Марии – это встреча между истинным божеством и истинным человечеством. Святитель Иоанн Златоуст рассуждая об убийстве вне виноградника пишет «И где намерены убить вне виноградника? Видишь, как Христос предсказывает о самом месте, где будет убит, и выведя его вон из виноградника убили». По свидетельству евангелиста Луки Христос сам объявил, что надлежало им за это претерпеть, а они сказали «Да не будет». Но он привел свидетельство. Он, взглянув на них, говорится, сказал, что значит все написаны «камень, который отвергли строители, тот самый сделал сегловой угла, всякий, кто упадет на тот камень, разобьется». Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли приговор, но в этом нет противоречия, и то, и другое было. Действительно, хотя мы иногда видим разные комментарии у отцов в антиохийской традиции, в александрийской традиции, но одно дополняет другое. И самое главное, мы, христиане, не имеем права превозноситься над иудеями. И если мы будем говорить, что иудеи предали Христа, римляне его распяли, а мы как бы не причастны к этому, если не причастны, то и не спасены, и не омыты кровью Христа. Христос умирает прежде всего за твой и мой грех. Он умирает за грех каждого из нас. Поэтому всякий раз, когда мы идем путем греха, мы распинаем Господа, причиняем ему страдания, проливаем его драгоценную кровь. Мы искуплены кровью Агнца, должны себя вести соответственно нашему высокому званию, ибо любой христианин это царственное священство по благодати. Как апостол Павел пишет, что иногда ради нас имя Божье хулиться среди язычников. Итак, будем стремиться воздерживаться от греха, чтобы не проливать невинную кровь Христа, который и пришел в этот мир спасти людей своих от грехов их. И сегодняшнее Евангелие должно наполнять наши сердца трепетом. Если Господь заменил ветхозаветных виноградарей новозаветными, и в своем Боговоплощении открылся нам более чем древним иудеям, и даже более чем пророкам, как апостол Павел пишет, что древние пророки не без нас достигли совершенства, то и спрос с нас христиан значительно выше, ибо кому сколько дано, с того столько и спросится. И наша задача вовремя приносить плоды нашему Господу, проявляя добродетели и усердие в деле собственного исправления, следуя воле Бога, воспринимая его закон как Господне руководство к действию. Идя этим путем, мы будем возделывать и оберегать виноградник. Еще Адаму, первому человеку, было сказано в раю о рае «возделывай и храни его». И мы помним, что рай омывался четырьмя реками, которые символическим числом указывают на четырех евангелистов. Рай, виноградник, это внутренний мир верующего человека. Как Христос и говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть». И мы должны хранить и возделывать рай собственной души и вовремя приносить плоды добродетелей пред лицо Божие, чтобы и нас не постигло то наказание, которое постигло древних иудеев. Как и сказано в Писании у апостола Павла, все, что было с ними, то есть с древними иудеями, это в образах написано для нас, живущих в последние времена. Не будем забывать об этом, будем помнить об этом. Друзья, подписывайтесь на библейский портал экзагет, чтобы вовремя слушать воскресные евангельские чтения, беседы на праздники и тематические собеседования на разные библейские книги. Спасибо всех, Христос! Спасибо за субтитры!